О переходе на прямые выплаты социальных пособий сегодня шла речь на семинаре с участием представителей фонда социального страхования Орловской области. Они являются кураторами пилотного проекта и приехали в Наринмар, чтобы провести ликбез для руководителей и главных бухгалтеров организаций и предприятий Ненинского округа. В Орловской области новая схема выплат пособий работающим гражданам за счет средств фонда социального страхования была внедрена в июле прошлого года. Наш регион присоединится к пилотному проекту с января 2019-го. Мы приехали сегодня с делегацией, чтобы научить, помочь коллегам войти плавно в этот проект. Сегодня собираем бухгалтеров, чтобы рассказать им о нюансах, что нового, что ожидает вообще и работодатели, и потребители наших услуг, что будет нового. Вы знаете, что этот год объявлен годом цифрализации, и вот этот пилотный проект – это один из этапов цифрализации, потому что к концу 2000-го года все региональные отделения в целом по России будут в этом проекте. Это уже будет не проект, а данность. Цель пилотного проекта – обеспечить гарантированное получение застрахованными гражданами пособий, независимо от финансового положения работодателя. Больничный листок будет выплачиваться в течение пяти дней со дня поступления реестра в фонд. Сейчас, вы знаете, больничный листок выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы. Но хорошо, у кого он два срока. Как правило, бывает один. Поэтому тут возможность получить в течение пяти дней больничный листок, что тоже очень удобно для получателя услуг. Мамочки наши, вы знаете, я не знаю, есть ли проблема у вас, но вот из разговоров у вас нету такой сильной проблемы. У нас, конечно, мамочки уходят в декретный отпуск, потом отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. А предприятие банкротится, платить некому. И было сколько судов, сколько бедные. И вместо того, чтобы заниматься ребенком, она должна была заниматься выбыванием пособий с работодателя. Сейчас этого негативного момента не будет. Об этих и других преимуществах прямых выплат социальных пособий главным бухгалтерам рассказали на сегодняшнем семинаре. Впереди их ждет серьезная работа. Впрочем, как и работников регионального отделения фонда социального страхования. Подготовительный этап, он не такой простой. Во-первых, нам надо собрать все реестры тех лиц, которые сейчас находятся в отпуске по уходу до полутора лет. Это где-то порядка полутора тысяч у нас. Потом нам надо разъяснить, как правильно собрать информацию от работающих граждан, то есть этим руководителям предприятий, на кого там возложено, на бухгалтерию, на кадры. Собрать информацию от своих работников по счетам, где у них открыто, куда будут перечислены. Поэтому работы разъяснить по программному обеспечению, как это будет все работать. Работы много. Вместе с нашим регионом к пилотному проекту «Прямые выплаты социальных пособий» с 1 января 2019 года присоединится еще 10 регионов. К 2020 году на «Прямые выплаты пособий» должны перейти все субъекты Российской Федерации. Ирина Никишина, Антон Водряков, Телеканал «Север».